друзья привет 6 июня на дворе нет я не заблудился в лесу я просто нахожусь в отпуске сейчас и мне лень бриться и у меня с утра уже такая радость я только вот зашел в лес такая красота вокруг я ориентируюсь в этом смешанном лесу на дубы вот ну и решил заглянуть под один из них смотрите что я обнаружил если вам отсюда будет видно эту красоту вот он свежачок вот такой красавчик под дубочкам как я люблю сейчас проверим на червивость ну вот ножка была у него червивая тут вот видно вот такие вот небольшие хода ну ничего мы его возьмем и будем спасать дома так теперь обратите внимание рядышком в этих кустиках но очень червивый жаль ничего будем искать еще все-таки попадаются более-менее хорошие грибы даже иногда чистые вот значит этот дубочек где беленькие я нашел а вот радышком еще один такой низенький и отсюда вижу вон беллячок торчит здесь место довольно таки сухое от подсох поеденный подсохший этот я даже брать не буду он совершенно мягкий и непривлекательный частенько слышу в интернете что вот эти грибы белые майские белые грибы грибы белые грибы начала июня называют колоссовики вот мне стало интересно если вы загуглите увидите почему же они все-таки колоссовики дело в том что гриб начинает выбрасывать свои плодовые тела то время как когда уже колосится рожь на полях их не название связывается напрямую с периодом их него роста если вы забьете в google колоссовик выбивает белый гриб березовый но вот у нас в нашем регионе белые грибы в этот период времени растут возле дубов возле берез я не встречал возле берез преимущественно осенью нахожу а вообще все зависит от региона в некоторых областях колоссовиками могут быть не обязательно белые грибы там называют подберезовики вот посмотрите что собой представляет лес видите сосны и дубы вот именно под дубами мы будем проверять вот он что-то торчит это белячок к сожалению он червил мы его оставим посмотрите сколько мусора ставили двуногие животные он такой белый гриб торчит старый этих пластиковых бутылок постаревший уже что интересно для меня так это то что тут дубов нету здесь вот исключительно сосны рядом это наверное колокольчики красивые такие как скелеты динозавров бурелом такой в этом месте так а вот рядышком с поваленной сосной белячок торчит беляшек маленький ну как и сейчас посмотрим я чувствую внутри друг левенький да вот его даже зубками грызла кто-то что-то и вот такого вот вида он на срезе вот я срезал ножку червивенький судя по какашкам тут живет или лисица или же какая-нибудь енотовидная собака тут вот натоптано свежие свежие следы да вот с другой стороны обхожу вот такие вот грибы торчат кто знает напишите название интересное черепашь и панцирь жутковатое тут местечко вот частенько встречаю такие вот яркие плюшевые грибы что за гриб не знаю но растет все время возле сосны просто интересно наверное какой то паразит похоже твердый такой так вот тоже очень интересная находочка это вот такой беляшик выгнула его вот такой вот так ну беляшик червил сейчас посмотрим что там со шляпкой вот такой вот невеселый грибок оставим его здесь а вот он зверобой это уже точно зверобой так вроде бы и дождик прошел скудненько все равно в лесу по грибам вот есть какие то вот такие уже второй раз встречаю вот интересно съедобные там такой ужара жирный попросток шланг черный толстый вы же знаете чтоб накормить ребенка надо ему что-то интересное начать рассказывать он тогда слушает открыл рот и в это время можно ему туда запихать побольше еды так вот мама моя моему сыну рассказывает разные истории вот я недавно услышал как она стала свидетельницей того как лягушка кричала именно не квакала а кричала и прыгала навстречу этому лужу который медленно к ней подползал то есть прыгала на верную смерть как бы понимая это ну вот ничего не могла сделать со своим телом складывалось такое ощущение что уж гипнотизировал эту лягушку так вот она предположила что действительно возможно такими свойствами обладают змеи как вот в мультиках показывают буду-ка я уже направляться в сторону дома так наверное это будет крайний наш на сегодня грибочек и перешет все они с виду такие привлекательные но буду проверять сейчас какой он на срезе ну вот ну вот вы знаете отличный гриб берем ну вот несмотря ни на что результат то есть и он принес удовольствие поэтому я считаю не зря сходил сегодня поход и вам советую а еще попрошу вас подписаться на мой канал и оставить ваш комментарий всем пока до новых встреч 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 до новых встреч